Всем привет, друзья! Вы на канале Смиру по пиву. Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. Сегодня у нас будет обзор трех новых пивцеринов, которые сварил Гильерме Кампас Лопес на Нижней Тагильской крафтовой пивоварне Crazy Brew. Обратите внимание, что мы попробуем. Crazy Brew Helles Lost Mind, Crazy Brew Blond, Lava Blond, друзья мои. И я так полагаю крутейший доппельбок с гречихой Old Witch Старая Ведьма. Погнали! Сгоняли мы тут на выходных в Нижний Тагил. И там в местном магазинчике тагильское пиво прикупили три новых пивцерина. Давайте начнем по возрастанию алкоголя, по объему, как обычно. И начнем мы с Хелеса. Открываем, наливаем. Легким движением руки маркировка превращается... Проклятая маркировка превращается в элегантную пробочку. Crazy Brew! Yeah! Пиво светлое, нефильтрованное, осветленное, не пастеризованное. Плотность 11%, алкоголь 4,7%, IBU 17%, хмель Select Tradition, Salt Pilsner и Wheat. Хелес. Это самостоятельный стиль пива, который пользуется огромной популярностью по всему миру. Самое восхитительное в Хелесе это его сбалансированность. Он характеризуется идеальным сочетанием мягкости и горечи, взаимодействие которых друг с другом создает гармоничный и неповторимый вкус. Его золотистый цвет напоминает солнце, он сияет и искрится в бокале. Пивная пена, очень пышная, плотная и белая. Аромат напитка чистый, с нотами зерна, цветов и оттенками хмеля. Удивительное сочетание горечи и мягкости, взаимодействие которых создает уникальный вкус. Аромат напитка чистый, с нотами зерна, цветов и оттенками хмеля. Так, ну это я уже все читал. Друзья мои, обратите внимание, все у нас сходят с ума от Шпатана-Лопатана, а вот в Нижнем Тагиле тоже варят. Между прочим, хелес, давайте слушаем аромат и пробуем вкус. Аромат просто изумительный, друзья мои, хмелевой. Такой, знаете, хмелек, цитрусово-травянистый, такой классный, оттеняемый медовыми лугами, характерными для хелеса. И чуть-чуть цветочков, прямо офигительный аромат, офигенский просто. Пробуем вкус. Друзья мои, это просто офигительно как вкусно. Это классно просто. Такая сладость сода, чуток луга, цветов и вот этот цветочный цветущий хмель. Тоже такой цитрусовый опять же и травянистый. Офигительная вещь для летней жары. Знаете, что напоминает пиво? Оно напоминает мне их лагерь, который в Гильермо варит. Тоже обалденный, хорошо охмеленный лагерь. Там еще, я помню, было написано, кто ж против охмеления классики. Я еще всегда говорил, что мы вот только за охмеление и классики, и не классики, и всего прочего. Так вот, хелес обалденный, тоже хорошо охмеленный. Пивцерин Гильермо красава просто. Молодец. Для лета офигительный вариант просто. Супер пиво. Намного вкуснее вот этого Шпаттена, который нервно где-то в уголочке стоит, курит. Особенно произведенный, наверное, по лицензии. Хотя мы их в лоб не сталкивали. Ну что, переходим к следующему пивцерину. Так, следующий пивцерин у нас это, ни много ни мало, блонд. Открываем, наливаем и почитаем про него. Ммм, какой красивый, нефильтрованный цвет. Прям настоящий блонд, друзья мои. Обратите внимание, какая красота. Проклятая маркировка традиционно превращается в элегантную пробку. Итак, Лёва Блонд. Пиво светлое, нефильтрованное, осветленное, не пастеризованное. 16% плотности, алкоголь 6,7, IBU 31. Солод Пилсон, Шато Эбби, Карамель Уит. Хмель Магнум Традишн. Свежий воздух и аромат золотистого Эля то, что нужно. Вокруг ноты пряностей, фруктов и хмелей. Букет вкусов и ароматов закружит голову и наполнит жизнь новыми красками. Лёва Блонд поможет продлить чувство эйфории. Строгий, вдумчивый и крепкий Лёва Блонд стал необычайно легким и солнечно-светлым. Посмотри на жизнь под другим углом. Теперь ты из тех, кто видит жизнь удивительной и прекрасной в гармонии с собой и миром Лёва Блонд. Ноты пряностей, фруктов и хмелей. Ну это все, друзья мои, вполне себе традиционно для бельгийских блондов. Что ж, давайте слушаем аромат, пробуем вкус этого нижней тагильского Лёва Блонда. Аромат очень приятный, он действительно каноничный для бельгийского блонда. Здесь чувствуется чуток пряностей, оттенки фруктов, приятные очень. Леденцы монпансье прослеживаются. И немножко такой, знаете, скошенной травы. Обалденский аромат. Пробуем вкус. Класс. Здесь во вкусе тоже скошенная трава, вот эти леденцы, сладость солода и немножко таких пряных каких-то дрожжевых оттенков, которые именно вот и создают вот эту обалденскую вкусоароматику вот всех блондов. Конечно, дрожжи здесь играют очень важную первую скрипку, я бы так сказал, во всех блондах, в бельгийских и небельгийских тоже. Но в слепом тесте я бы определенно сказал, что это Бельгия 100%, вообще даже без вариантов. Офигительно. В Нижнем Тагиле, друзья мои, чувак создает такие офигительные вещи. Надо с ума сойти. Очень классный блонд. Вещь. Прям классно. И после вкусей такой хмелек-магнум, наверное, пролетает. Ха-ха-ха. Супер. Ну и переходим мы, друзья мои, к жемчужине нашей сегодняшней коллекции. Доппельбок Олдвич. Открываем, наливаем и про него почитаем. Как вам, друзья мои, бокал Целебратор Доппельбок Айнгер? Обзора этого пива еще не было, но оно обязательно в самое ближайшее время на канале выйдет. Кстати, да, Гильермо можно поздравить с запуском баночной линии. Но он начал лить в банке. Вот прям круто, современно. Всегда говорил и говорю, что сохран пива намного лучше в банке, чем в бутылке. И люди там говорят, что вот, там что-то в банке, там привкус железа, металла. Это все, друзья мои, из области диванной пикейно-жилетной философии. На самом деле, банка это оптимальный вариант. Короче, склихосовский. Итак, Old Witch, Старая Ведьма, пивной напиток, инфильтрованный, осветленный, непастеризованный. Плотность 16%, алкоголь 6,9, IBU 25, Хмель Традишн, Солод Пилсон, Карамель 250, Вит Экстра, Бак Уит. Вау. Если ты решился попробовать стиль Доппельбок с гречкой, вряд ли сможешь забыть его после. Старая Ведьма, открафтывая пивоварный Крейзи Брю, не только погружает в мир магии, но и обещает приключения в каждой капле. Старая Ведьма это ключ к двери в неизведанный мир, где реальность переплетается с фантазией. Он настолько богатый и глубокий, что каждый бокал открывает новую главу в истории алхимии. Доппельбок Старая Ведьма никогда не перестанет завораживать тех, кто осмелится попробовать его волшебство. Традиционные для стиля Доппельбок вкусоароматические сочетания, дополненные узнаваемыми гречневыми нотами. Ну что же, друзья мои, обратите внимание, какая красота. Слушаем аромат, пробуем вкус. У пива просто офигенский аромат, друзья мои. Чувствуются темные салада, немного карамели. И вы знаете, что самое интересное, прослеживается греча. Прямо такая классная гречиха, офигенская просто. И я уже хочу это попробовать. И я сейчас это сделаю. Ох, боже мой, это восхитительно. Блин. Нет, я еще хочу. Это вкусно. Друзья мои, это просто обалденный Доппельбок с гречихой. Вот представьте себе, такой мощный купаж темного салада. Все это достаточно плотно выглядит. И добавляется сюда еще гречиха, которая уходит в такое, знаете, классное послевкусие. Именно вот такое, гречневое, с небольшой такой горчинкой, за которую, скорее всего, здесь отвечает какой-то жженый солод. Ну, это просто изумительная вещь. Это просто классно. Вообще, я ничего подобного пока еще в своей жизни не пил. Это 10 из 10. И вот ни оценка, ни больше, ни меньше. Это просто шедевральная вещь. Гильермо. Просто красава, дружище. В следующий раз приеду в Тагил, разыщу тебя, руку твою буду сжать очень долго. Ну, и Полит Матвеевич, понятное дело, тоже изумительная вещь. Друзья мои, сегодня у нас был обзор новинок от пивоварни Crazy Brew из Нижнего Тагила. От мастера Гильермо Кампас Лопеса. На всякий случай, друзья мои, если кто не знал, человек закончил золотую медалью Берлинский институт пивоварения ВЛБ. Приехал к нам на Урал и варит офигительное просто пиво. Хелес, бомбическая вещь для лета. Лёва Блонд, ну, для любителей, ценителей Бельгии они определенно. Конечно, этот пивцариным зайдёт. Ну, а я для себя просто, вот я до сих пор нахожусь в таком, знаете, приятном шоке. От гречишного до пельбока. Старая ведьма, это действительно что-то с чем-то. Это просто вещь. Это всё надо, в общем, находить, искать и пробовать. Я не знаю, где в каких других городах Crazy Brew продаётся. Скорее всего, в крафтовых барах надо где-то искать, либо ещё. Но оно того определённо стоит. Пивоварная классная, пиво просто обалденная вещь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале Смиру по пиву. Всем добра и мира. Увидимся. Пока.